Добрый день! Мы продолжаем передачу «Основы Кабалы» и со мной в студии Михаил Лайтман. Добрый день! Тема сегодняшнего урока – это смысл жизни. Начнём сразу с того, что на протяжении всей истории человеческой жизни люди искали смысл жизни. И, допустим, в Древней Греции, в Риме полагали, что целью всех человеческих поступков является счастье. То есть прийти к счастью – это цель жизни. Ну, каждый, естественно, понимал по-своему, что такое счастье. Киники, они довольствовались малым, и избегать зла – это, в принципе, вот эта цель жизни. Жизненные идеалы стойков – это невозмутимость, спокойствие по отношению к внешним и внутренним раздражающим факторам. Ну, это мы знаем, такие методики, восточные методики также. Средневековая Европа и Индия. Значит, для европейцев и индийцев представление о смысле жизни было связано с почитанием предков, следованием религиозным идеалам. Если мы уже берем какие-то более поздние религиозные подходы и теории, то понятно, что смысл жизни – это познание Бога. Каждый, конечно, по-своему понимал, что такое Бог. Любовь к Богу – в этом заключается смысл жизни. Праведная жизнь, соблюдение заповедей – это понятно. Согласно учению Будды, смысл и высшая цель жизни состоят в прекращении страдания. То есть просто человек, когда не страдает, это уже, в принципе, наслаждение. Естественно, прекратить страдать – это значит прекратить использовать свой эгоизм, своё желание получать. По Конфуцию главной целью человеческого существования являлось созидание идеального такого общества, когда человек просто является каким-то винтиком в этом обществе и таким образом находится в гармонии. И, значит, когда делали опрос, вот я взял один из нескольких опросов в интернете, когда уже современных людей спрашивают, в чём смысл жизни, так 26% отвечают, что этот мир лишён смысла, 32% отвечают, что смысл жизни в любви, ну, наверное, в плотской любви, конечно, имею в виду. Дальше 22% говорят, что познать мир и передать знания другим, и 8% обрести полноту общения с Богом. Ну, наверняка это религиозные люди. Вопрос к вам. В чём смысл жизни с точки зрения каббалы? Вы как каббалист, расскажите. Существует цель творения, заданная изначально, в сотворении человека и мира, в котором человек сотворён. И эта цель в том, чтобы через своё развитие в этом мире, то есть в том окружении, в котором мы находимся, среди неживой растительной животной природы и человеческой среды, чтобы мы смогли достичь состояния, когда мы в этом во всём раскрываем управляющего всем этим Творца. В этом заключается смысл существования. В постижении Творца, в раскрытии Творца в течение этого существования нашего, этой жизни. А чем это отличается от других методик, где тоже постижение Творца, Бога, любовь к нему, следовать его заповедям? Нет, здесь имею в виду абсолютно явное постижение, когда мы постигаем и вот как постигаем любую другую абсолютно явную нам часть природы, в сторону природы. То есть в этом отличие? Явное постижение? Явное постижение Творца, да. Во всём его наличии, во всём том, что нас окружает. А где это постигается? Это как вкусовые качества, это как зрение? Я его вижу, я его чувствую, слышу? Или как? Оно постигается, как сказать, что во всём происходящем, во мне и вокруг, я начинаю раскрывать высшую управляющую силу, которая находится во всех действиях, во всех свойствах. во всех явлениях. И эта высшая управляющая сила, когда она проявляется, она даёт мне представление о том, что я существую совершенно в новом мире, в мире, в котором существует этот управляющий. И вот эта управляющая сила, когда она проявляется во всех абсолютно свойствах, изменениях, во всём, что происходит здесь в природе, во мне, со мной, в моём разуме и в чувствах, во всём, что происходит с каждым из участников этого мира. вся эта высшая сила, она проявляется через них, и она этим проявляет свою цель, как вести всё это множество творений на разных уровнях, неживом, растительном, животном и человеческом, к абсолютной гармонии, и к связи между собой, действительно к интегральному, к чёткому, к полному взаимодействию. Вот это восприятие единого силы, единой цели, единого плана, когда соединяются все действия практически в одно, и всё сводится к одному единому состоянию, которого мы все должны достичь по этому замыслу, высшему замыслу. Это всё называется творец. То есть практически мы приходим к состоянию, когда мы чётко видим, ощущаем, воспринимаем, что кроме Творца нет более ничего. И существует только эта сила, которая специально создала нас для того, чтобы продемонстрировать нам своё единство, своё величие, свою силу, свою универсальность. Окей, значит, это смысл жизни с точки зрения Кабалы. Вот как раз Бальсулам об этом пишет, величайший Кабалец XX века. Он пишет так, что «тем не менее, если мы обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, задаваемый всеми людьми, в чём смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими, Юдаш? Никто не наслаждается. Вопрос, действительно, смысл жизни — постичь Творца. Окей, хорошо. А почему же мы так страдаем здесь? А мы не желаем его постичь. Мы упираемся всеми-всеми нашими конечностями, только чтобы не приближаться к Нему, потому что приближение к Нему — это чревато большими страданиями. Потому что Он — это свойство отдачи, свойство любви. Мы — это свойство получения, эгоистическое свойство, свойство ненависти, отторжения от остальных. И поэтому, когда мы начинаем постепенно подбираться, каким-то образом обретать, может быть, какие-то свойства Творца, свойства отдачи, любви, участия и так далее, нам от этого становится очень плохо. Мы сразу же инстинктивно отбегаем назад. Да, мне кажется, наоборот. Человек страдает от недостатка получения, а не от того, что Он не отдаёт, что Он не такой, как Творец. Да, но я уже говорю не о этих людях, которые инстинктивно действуют в нашем мире. Я говорю о тех, которые слышали, что говорит наука Каббала, и каким образом нам подобраться к этому счастью, к состоянию, когда мы будем выше нашего эгоизма, который нас всё время унижает, ограничивает и так далее. То есть, если я правильно понимаю, человек, он желание получать, и Творец вызывает в нём страдания тем, что он не даёт получать, ну или мало даёт получать, вызывает недостаток. И из этого состояния человек начинает искать смысл жизни, и находит Творца и так далее, и так далее. То есть так действует Творец, природа, скажем так. То есть вызывает в нас какие-то постоянные недостатки, постоянно нам что-то не хватает. То есть даже если мы чем-то наслаждаемся, это сразу пропадает. Или даже, как он говорит, что просто отсутствие, как это в буддизме, или где было, просто отсутствие страданий, это уже наслаждение. Да. То есть хотя бы уже не страдать. То есть, значит, всё это делает Творец, так? Абсолютно всё. Нет никого, кроме него. А скажите, а может ли человек задуматься о смысле жизни, если ему хорошо, он наполнен и наслаждается? Нет, не может. У вас как-то была передача с одним, не помню кто он, то ли режиссёр, то ли корреспондент. Он вас спрашивал, так что, получается, кабала только для неудачников? То есть нормальные люди, которые себя нашли, которым есть чем заняться. Они ничего не смогут сделать. Да. Они покупаются на хорошую жизнь. А человек, который ощущает страдание, страдание – это не значит, что ему нечего кушать. Страдание – это не то, что его со всех сторон тыркают. Страдание – это от того, что я хочу знать, для чего я живу. Страдание на уровне человек, не на уровне животного. То есть это… А, вот это объясните, да. Потому что страдание есть на разных уровнях. Я могу страдать от того, что у меня болит тело. Я могу страдать от того, что у меня не хватает там зарплаты. Это интересно, что как бы получается тогда все, кто лежат в больницах, они бы все пришли изучать кабаловый смысл жизни. То есть от страданий на уровне тела человек не приходит. Не приходит. И от страданий от того, что у него не хватает средств к существованию, тоже не приходит. От чего? Не от каких. Не от чего. Он начинает, если он страдает от того, что ему нет цели в жизни. То есть все есть. В общем-то, все есть. Даже если ты возьмешь наше поколение. Сегодня люди живут в десятки раз лучше, чем сто, чем тысячу лет назад и так далее. Но человечество чувствует себя несчастным. Четыре раза продолжительность жизни увеличилась. То есть в древнем Египте, сколько там, три тысячи с половиной лет. Двадцать лет, наверное, да. Двадцать два года средняя продолжительность жизни была. Ну, ты представляешь, вообще сегодня это не понять. Двадцать два года это еще с жизни не начинается. И от пятнадцати до двадцати процентов людей, если я не ошибаюсь, вообще погибало неестественной смертью. То есть постоянно велись войны и так далее. Да, жизнь стала, конечно, лучше, с одной стороны. С другой стороны, половина населения на антидепрессантах. Да. Так что это природа? Вы хотите сказать, что это природа все вызывает? Это природа. Это природа наша, которая ведет нас к цели. То есть у тебя есть все, кроме самого главного. А для чего ты живешь? В двадцать лет ты там еще не задумывался, может быть, о цели жизни. А когда ты живешь в восемьдесят лет, то тут уже проблема. Тут половина жизни ты уже думаешь о том, что скоро я умру. А для чего? Я жил. А какой смысл? И это хуже смерти. Нет, так вообще, да, то, что все кончается, это уже говорит о том, что какой смысл жизни, если все кончается. Значит, надо тогда наркотики, чтобы не думать об этом. Вот что человечество придумало. Ну да, сейчас по всему миру все это легализуют. От этого как-то связывать? Это не случайно? Это не случайно, именно потому, что человек не хочет думать о своем конце, а все время думает об этом. То есть элиты нашли решение этой проблемы? Это не элиты, это просто до любви. Это от Творца все. Сегодня это везде распространено. Именно потому, что надо как-то забить свою пустоту. Нет, ну вот вы мне расскажите, Творец, да, вот существует Творец, значит, он с одной стороны дает нам страдания, с другой стороны он разрешает наркотики, чтобы мы пользовались ими. Чтобы мы увидели, что это тоже не решение. Это не решение. А, чтобы осознали, что принятие наркотиков тоже не решение. Чтобы мы осознали, что? Что принятие наркотиков это не решение вопроса. То есть все равно затушевать этот вопрос внутренне не удастся наркотиками. Никак. А почему нас не учат в смысле жизни? Вот в школах никогда не учили. Потому что это раз. Первый вопрос. А что бы они ответили на это? Ну, мало ли. Если это религиозная школа, ответили бы смысл жизни в раскрытии Творца. Религиозные говорят об этом, да. Любовь Творцу. И поэтому сегодня опять люди идут в религии, потому что хоть находят для себя какое-то... Там хоть что-то говорят. Да, мистическое какое-то успокоение. Как-то себе отвечают на этот вопрос. Ну, светские, как говорили, смысл жизни в семье. Хорошая семья. Ну, хорошо, но это все... Любовь, любовь. Это не самоцель. Это все кончается. Да и столько лет, сколько мы живем, невозможно любить. Невозможно даже с одним и тем же человеком прожить столько времени. Это почти-то даже... Даже психологи и физиологи говорят об этом. Что за несколько лет улетучиваются все отношения взаимные. И уже, ну, дети, общее, там, нажитое все это удерживает людей. А, в общем, никаких взаимных особых чувств нет, только такие обязанности взаимные. То есть любовь или семья не может быть целью жизни? Нет. 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 Спроси, у всех есть огромное количество на эту тему работ, психологов. Вообще, любые любовные хорошие отношения между парой, между мужчиной и женщиной, они продолжаются больше трех, даже двух с половиной лет. Не может быть. После этого так мы устроены, после этого мы остываем. Но существуют дети, общее хозяйство и так далее, ради чего стоит оставаться, быть вместе. Скажите, почему смысл жизни, он не один для всех? Их очень много, и они разные. Нет. Смысл жизни на самом деле нет. Это не у каждого разный. Это не смысл жизни. Это то, чем человек себя забивает. А ученые, они считают, что надо заниматься наукой, айти искусством, айти расти детей для того, чтобы дети жили, были более счастливы, чем мы. И так далее. То есть каждый человек придумывает себе какой-то смысл жизни, который его успокаивает, дает ему смысл существовать. Но на самом деле это не смысл жизни. Это просто какая-то такая таблетка успокоительная, не более того. А смысл? Смысла нет. Для того, чтобы раскрыть действительно смысл жизни, для этого надо очень много внутренне в себе ковыряться, копать, пока человек не находит науку кабала и начинает с помощью ее действительно исследовать смысл жизни. А это смысл жизни, это постижение корня жизни, источника жизни. Там ты найдешь ответ только на этот вопрос. Окей. Значит, с точки зрения кабалы, раскрытие Творца в человеке, когда человек, находясь в этом мире, в этом теле, то есть живя этой обычной человеческой жизнью, он должен раскрыть Творца. И в этом заключается смысл жизни. Да. И это ощущается как огромное наслаждение, потому что, в принципе, с точки зрения кабалы, написано во всех кабалистических источниках, что целью творения является наслаждение. Наслаждение творения. Чем? Раскрытием Творца. Да. То есть Творец изначально так все сделал, или природа, так нас развивает, и эволюция вся идет тому, чтобы мы наслаждались от каких-то мелких базисных наслаждений и до наслаждений, как мы уже видим сегодня, научными какими-то исследованиями. Социальными наслаждениями. Но все равно движение от маленьких наслаждений к большим, оно проходит через страдания. Да, так вот именно страдания здесь, это такой вот фактор. А, как толчок. Ощущение недостатка, что мне надо еще больше раскрыть, еще больше понять, еще больше ощутить и так далее. И тоже вот эти страдания, как вы говорили, так просто градуирую, идут от страданий на таком животном уровне, когда еще сто лет назад просто если у человека было что-то покушать, он уже был счастлив. А сегодня это вообще ничего. Да. Сегодня, если у человека нет какого-то общественного признания, если он не реализует себя, то он страдает. Конечно. Даже определение здоровья, мы когда делали с вами передачу, то есть как ВОЗ, Всемирная организация здоровья, как она определяет здоровье, что это должны быть и экономический фактор, должен быть, и социальный, и телесный. То есть это называется здоровьем, должны быть в порядке. Окей, так значит получается так, что наполнение наших желаний, оно ощущается на столкновении, исчезновении, наслаждении. Да. Ну, допустим, как с пищей, мы понимаем, да, то есть первая, или там вода, несколько глотков я ощущаю наслаждение, а потом оно исчезает. Я так, насколько понимаю, в Кабале есть патент вот этого непрерывного наслаждения. В Кабале есть действительно средство, возможность наслаждаться непрерывно и все время больше и больше. Потому что если в нашем мире любые наслаждения, в неживом растительном животном, в нашем любых состояниях, когда мы получаем наслаждение, то наслаждение гасит наше желание. Желание пропадает, и пропадает наслаждение. То есть практически я убиваю сам себя. То есть я еще вдвойне ощущаю себя опустошенным. Да, да. Что же делать? Поэтому наука Кабала называется наука о получении, наука Кабала. То есть я должен получать наслаждение в таком виде, которое бы не гасило бы мое желание. И тогда я буду ощущать это наслаждение вечным. И чем у меня будет больше наслаждения, чем будет у меня больше желания к нему, еще больше наслаждения, еще больше желания, то я в итоге буду все время по нарастающей ощущать себя наполняющимся. То есть должна быть какая-то перегородка, какое-то сопротивление, да? Да. Чтобы наслаждение не гасило желание. Да. Да. Вот что это такое? Что это за сопротивление? Это подъем выше нашего эгоистического желания. Когда я отрываюсь от своего желания и использую его именно независимо от своих чувств, прямому назначению, для того, чтобы наполнить его наслаждением, наполнением. Причем наполнение наслаждения, которое я испытываю, оно должно быть испытываемо мною не ради себя, а ради окружающих или ради Творца. То есть вот этим сопротивлением может стать другой человек? Да. И тогда в таком состоянии я могу наслаждаться непрерывно и неограниченно. То есть есть мое желание, и есть какое-то наслаждение. Если, ну понятно уже вы сказали, что если наслаждение напрямую соприкасается с моим желанием, оно его гасит, и я еще вдвойне ощущаю себя опустошенным. Да. А если между нами стоит другой человек? Если я это делаю ради другого, тогда я изолирую себя самого. Я разделяю этим другим человеком свое желание от наполнения, потому что я это делаю ради него. И тогда мое желание никуда не исчезает. Оно не гасится наслаждением, потому что наслаждение, оно относится к другому, к третьему. И тогда я могу ощущать наслаждение непрерывно и постоянно повышающимся. То есть получается схема «я», другой человек и наслаждение? Да. Это один человек или это группа людей? Или это все человечество должно быть? Не важно. Или это не важно? Не важно. Главное, что это вне меня. Окей. И тогда я действительно могу непрерывно и повзрастающе наслаждаться. И как это связано с Творцом? Где за Створец? Поэтому и наука называется наука о получении, наука Кабала. Получение наслаждения. Как правильно получать? Да. Где за Створец? Как это связано с Творцом? А потому что Творец является причиной всего этого и обучает нас своими постоянными влияниями на нас, положительными и отрицательными. Как нам надо строить этот инструмент, в котором мы будем получать непрерывное, все возрастающее наслаждение. А почему не «я» — Творец и наслаждение? Почему «я» — другой человек и наслаждение? Это неважно, или Творец, или другой человек. Абсолютно не имеет значения. Просто Творец здесь выступает как третье лицо, которое заменяет тебе абсолютно всех. То есть, в принципе, направляя себя на наполнение других для того, чтобы этим наполнить Творца, ты полностью отрываешься от себя. — То есть, в принципе, если я хочу сейчас насладиться, мне надо найти просто какого-то человека, незнакомого, и что-то ему сделать хорошее. — Вот тут ты сейчас поймешь, что так не происходит. Потому что таким образом ты начинаешь принимать этого человека как самого себя. Он становится тебе близким. Отдавать другому или отдавать себе здесь находится опасность того, что ты будешь ассоциировать этого другого с собой. И ты в итоге станешь эгоистически наполнять его. — Это если мой ребенок, допустим, то дам мне понять. — Даже если это не ребенок. Есть люди, которые... — Просто чужой человек? — Просто чужой человек. — Тогда что вы советуете? — Я советую. Поэтому это должно замыкаться через десятку, через группу. — А, не один человек. — Да, и на Творца, и на Творца, чтобы все это поставить на очень серьезный уровень. — Так я вот не понял, как здесь Творец проявляется? Он как горючая проявляется, которая мне дает возможность что-то делать? Или он вместо этих десяти людей? Или он как наслаждение, которое проявляется в них? — Творец проявляется здесь как цель, как адрес, на котором направлено мое действие. Ради него я это делаю. — То есть я намереваюсь сделать что-то хорошее Творцу, а делаю это, допустим, в группе людей? — Ну, ради Творца, через группу людей на Творца. И тогда у меня получается абсолютно четкое намерение на отдачу. — А откуда я знаю, что Творцу надо? — А это не важно, что надо или не надо. Если я так строю свои действия, то я этим оторваюсь от своего эгоизма. А Творца нет. Это просто такое построение надо мне для того, чтобы выйти от себя и достичь абсолютного и постоянного наслаждения. — А что я должен делать ради них? Что ему должен что-то отдавать? Или что? — Ты начнешь получать осознание, чего им не хватает, и начнешь видеть возможности наполнять их через себя. Относиться к ним так, чтобы через тебя проходил высший свет и наполнял их. — Какая-то такая здесь опасность, чтобы не быть в иллюзии. — А в иллюзии ты не можешь быть, потому что это оторвано от твоего эгоизма. Эгоизм тут с тобой играть не может. Это очень реально. Настолько даже, что пока мы приходим к этому состоянию, проходят годы. — Откуда я знаю, что им надо? Допустим, у меня есть несколько друзей, и я пытаюсь что-то сделать, если они попросят для них. — Им надо то же самое, что и тебе. Абсолютно то же самое. — Мне надо, допустим, найти смысл жизни. — И им то же самое. Они вместе с тобой находятся в одной группе. — Окей. То есть если я помогаю им найти смысл жизни, то есть раскрыть Творца, и они понимают, это и я, то если я об этом забочусь, то это называется, что я им отдаю, что я... — Да, и вы взаимно друг другу помогаете. И поэтому эта взаимная работа приводит вас к одному единому желанию, к одному единому намерению. Вы считаетесь уже соединёнными между собой настолько, что вы не ощущаете, где я, где другой. У вас есть общие желания, общие намерения, и в них вы раскрываете с вашей стороны, со стороны всех вас, всей этой группы, намерение к Творцу. — То есть если я нашёл группу единомышленников, которые, так как и я, стремятся найти смысл жизни, которые проявляются в раскрытии Творца, ну сколько мы это понимаем? — Да. — И я им помогаю раскрыть Творца. И мне это важнее даже больше, чем я сам это раскрою. — Да. — То при таких условиях проявится между нами вот этот Творец... — Проявится между вами такое свойство, которое называется Творец. То есть свойство абсолютной отдачи и любви. — И это самое высшее наслаждение. То есть мы будем наслаждаться. — Да. И ощущение его в себе, в достижении этого свойства, это наивысшее наслаждение. — И вы говорите, что с точки зрения Кабалы, вот этот высший пилотаж — это цель творения вообще. — Да. — То надо попробовать, хорошо. — Я думаю, что не просто надо попробовать. Все наше сегодняшнее житие, бытие, оно толкает нас к этому, и мы никуда от этого одеться не сможем. Мы обязаны будем раскрыть Творца именно исходя из всевозможных вот этих состояний падений, пустоты и прочего, чего мы сейчас, то, что мы сейчас проходим. — Не, ну вроде не так сложно найти людей, которые тоже ищут смысл жизни, пытаться заботиться, чтобы... — Да, собрать их группу. — У них была важность вот этого смысла, чтобы... — Вот сейчас мы это и делаем практически. То, что мы делаем, мы пытаемся создать такую группу, которая была бы эталоном лабораторий, в которой бы затем все остальные, кто желает, могли бы это делать. Это как пишет Борис Иланов, что для начала необходимо создать такое правильное общество, которое было бы примером для всех остальных, и затем все остальные могли бы по подобию этого общества действовать. Это, в принципе, мы и желаем достичь. — Вот интересно, что, так мы мельком прошли, то, что это невозможно сделать с людьми, которые просто не ищут смысла жизни. — Нет. — Просто людей на улице взять и попробовать что-то для них делать. — Нет. — То есть это должны быть люди с одной целью. — Да. — А почему так? А для чего тогда все остальные люди? — А они постепенно ощутят, что нет у них смысла в жизни, что им что-то надо. Может быть, не настолько, как постижение Творца, но всевозможные отрицательные свойства, отрицательные качества, стороны своей жизни, они ощутят, раскроют, и им все равно придется для того, чтобы избавиться от них, тоже состоять в таких вот группах, которые постигают Творца. Не на таком уровне, а на более низком. — Если я правильно понимаю, сегодня есть почти 8 миллиардов людей, и, допустим, я могу найти миллион человек, которые ищут смысл жизни и в раскрытии Творца. Ну, по системе Баль-Суллама. Мы не говорим, есть миллиарды людей, у которых другой какой-то смысл жизни. Мы не утверждаем, что именно у нас он самый правильный. Нашел я этот миллион. Вы говорите, что в конце концов, в скором будущем, будут 8 миллиардов, и тогда я смогу работать со всеми. — Да, но эти 8 миллиардов, они будут устремляться к Творцу по разным причинам. Они не будут все на таком уровне, как ты. Они будут стремиться, потому что им надо обеспечить детей, семью и так далее. То есть у них не будет вопроса о смысле существования. Смысл существования — это является уделом всего лишь маленькой группы. — Как они захотят раскрыть Творца? — Да, но ради меркантильных каких-то целей. Но этого все равно будет достаточно, потому что они будут входить своими желаниями, даже эгоистическими, внутри наших желаний. И мы сможем поднять их желания с нашим намерением. — Я вам скажу, что проблема. Я много преподаю. Я знаю, что люди говорят, окей, мы пришли, сделали эту группу единомышленников, но мы находимся с ней час в неделю. А дальше у меня вокруг меня есть семья, родственники, на работе я нахожусь по 10 часов. А там я хочу применить и тоже раскрыть Творца через вот этих людей. — Достаточно, если они будут просто знать о том, что существует цель, и что мы к ней должны постепенно привыкать, адаптировать ее. Это достаточно, чтобы в массах эта цель проявилась и без подъема над их намерениями в альтруизм. Достаточно. Потому что мы дадим им свои намерения, а они дадут нам свои желания. — Это был урок о смысле жизни. Мы с вами прощаемся. До следующего урока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok